После полномасштабного вторжения России в Украину, западные партнеры заморозили около 350 миллиардов долларов российских активов. Эти деньги должны пойти на восстановление Украины, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн. Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов российского Центробанка и заморозили 19 миллиардов евро российских олигархов. В ближайшей перспективе ЕС и его партнеры могли бы взять на себя управление этими средствами и их инвестирование. Вырученные средства будут направлены в Украину, чтобы компенсировать ущерб нанесенной стране. Чтобы сделать это возможным, мы будем работать с нашими партнерами над международным соглашением. И вместе мы сможем найти законные пути для этого. Украина готова создать отдельный фонд, где будут сконцентрированы конфискованные активы. Они пойдут на компенсации пострадавшим от войны и на восстановление разрушений, которые стали результатом российских обстрелов, заявили в Министерстве юстиции Украины. Глава ведомства Денис Малюська встретился с коллегами из стран Большой Семерки и заручился их поддержкой в этом вопросе. Следующим шагом будет встреча стран, которые поддержали нашу инициативу по созданию компенсационного механизма и снятию иммунитета с российских золотовалютных резервов. С тем, чтобы перейти к подготовке текста международного договора. Денис Малюська, министр юстиции Украины и заявление на сайте Министерства юстиции Украины. Всем странам, которые заморозили российские деньги, Украина предлагает заключить международный договор, позволяющий использовать золотовалютные резервы России. Страны-партнеры смогут его подписать и запустить процедуру конфискации. Кроме того, каждая страна должна внести дополнительные изменения в свои законодательства. Я думаю, что да, это аргумент в пользу оружия большей дальности, более тяжелого и более мощного зенитного оружия, большего количества средств противовоздушной обороны. Я думаю, что эти аргументы сильнее сейчас. Последние нападения, эти теракты, эти преступные нападения на гражданскую инфраструктуру, на энергетику, на воду, на тепло, на больницы, на школы, приведут к большей поддержке Украины, к большему количеству оружия. Однако каждый доллар, который будет конфискован, объясняют специалисты, должен быть юридически обоснован. Россия совершила в отношении Украины более 60 тысяч преступлений, это данные Генеральной прокуратуры. Истратила она войну против Украины по подсчетам Форбс больше 80 миллиардов долларов, почти четверть своего годового бюджета. И это без учета расходов на оборону уже заложенных в бюджет. Пуск только одной ракеты, к примеру, «Калибр», обходится российским налогоплательщикам в 6,5 миллионов долларов. И каждое попадание такой ракеты в жилой дом или больницу – это преступление против Украины. За него придется платить. И помимо финансовой компенсации, Генпрокуратура требует создание специального трибунала. Мы, украинцы, понимаем, что преступление агрессии как основное преступление, основное военное преступление, совершенное Российской Федерацией, должно быть наказуемо на международном уровне. А возможность сделать это – создать специальный трибунал по преступлению агрессии. И мы также знаем, что весь вред и весь ущерб, причиненный российской агрессией, должен быть возмещен активами агрессора. Тот факт, что европейские чиновники поддержали предложение Киева по передаче активов – это в первую очередь заслуга украинской армии. Победы на поле боя приближают победы и на дипломатическом фронте. Фаина Василенко для телеканала Freedom.